Хотим с радостью сообщить, что наконец-то 3 марта в городе Якутске при поддержке окружной администрации города Якутска и Министерства по делам молодежи и семейной политики состоится долгожданное открытие КВН в городе Якутске. И у нас сегодня в гостях, и можно даже сказать, свой Александр Масляков, Виталий Борзенков в нашей студии. Мы рады его приветствовать, директор региональной лиги КВН в Якутии. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Виталий, ну чем порадует новый сезон наших зрителей, чего ожидать? Да, действительно, уже сегодня начинается новый сезон региональной лиги КВН Якутия. Сегодня в 7 вечера в культурном центре. Самое, наверное, удивительное в этом сезоне то, что каждые 5 лет КВН, он проходит некое обновление. То есть обновление лиц, обновление команд, не знаю, обновление зрителя тоже, наверное, какое-то происходит. Вот именно сейчас настали те 5 лет, когда мы увидим очень много новых команд. В КВН очень много новичков. У нас с прошлого сезона только 2 команды осталось. То есть если в прошлом сезоне участие приняло 18 команд, осталось только 2. Это много о чем говорит. Очень большое обновление. Радует то, что пришло очень много молодых ребят, новых. Значит, КВН еще жив. Значит, мы увидим что-то новое. Потому что это все молодые люди, молодые мальчики и девочки, которые живут именно на той волне современного юмора и какого-то там потребления информации немного со своим видением. И вот мы сегодня вечером видим, что они нам подготовили. Ну а сколько команд, если в том году было 18, то в этом году. Сегодня конкретно сколько мы видим? Сегодня мы увидим выступление 11 команд. 11 команд, которые пройдут в дальнейшем сезон. К ним на стадиях 1-4 финала присоединятся и нагородние команды. Из города Нерингри, из Вилюйска. Надеюсь, из Мирного получится в этом году приехать. И также из лиги КВН ЦВФУ добавятся еще 4 команды. Но я думаю, примерно такая же цифра сезона будет. Команд 17-18 в сезоне. Но говорю, что они будут все новые. В этом, наверное, самый интересный. Сегодня только, получается, якутские команды участвуют? Да, нет. Сегодня у нас 10 команд из Якутска. И одна команда приехала из Ленска, сборной Ленского района. Они все-таки нашли силы и финансы добраться до Якутска. И сегодня мы увидим ленский юмор, так сказать. Кто-то из приезжих гостей, может быть? Нет, на фестивале открытие сезона у нас проходит в домашнем режиме. Сегодня гостями игры выступит сборная Якутска ЦВФУ. Это самая старшая команда КВН в нашем регионе, которая в том году играла в премьер-лиге на Первом канале. В этом году продолжает сезон в Первой лиге КВН. Сегодня они, возможно, откроют фестиваль, так скажем, зададут планку юмора, а дальше мы будем в конкурсной программе. Ну, это не получается конкурс. Да, они, конечно, вне конкурса, просто гости игры. Так вот, порадовать зрителя. Ребята все тоже выходцы из региональной лиги КВН-Якутия. Поэтому праздник, КВН-овский праздник большой сегодня. Но фавориты есть какие-нибудь, несмотря на то, что осталось всего две команды? Да, я говорю, у нас с прошлого сезона осталось две команды. Одна из них – это чемпион прошлого сезона. Это команда КВН-Денди. Есть такое мнение, что чемпион пропускает сезон, но не на региональных уровнях. И вот у нас команда чемпиона прошлого сезона, не опустив руки, продолжает, решила, так сказать, удержать свое чемпионство. И заявила в сезон. В этом году тоже будут отстаивать честь чемпиона. Да, отстаивать честь чемпионства. Но есть, я говорю, что молодых команд много, но это не... Голодных до победы как раз таки, да? Да, и уже вот, как показывает и редакторский просмотр, есть некоторые команды, которые могут прямо в этом сезоне сразу выстрелить мощно, потому что они очень необычные форматом. Но я не хочу раскрывать все секреты. Лучше это увидеть, чем сто раз услышать. Популярность, получается, популярность игры в КВН, она все-таки возрастает с каждым годом. Несмотря на то, что возраст команд молодежи... Да, как раз таки новых команд даже подтверждается. Да, просто есть такая фраза, как говорят, КВН уже не тот. Ну да, совершенно не тот. Ее говорят уже последние лет 30. Вот в чем суть. Просто КВН, она... Это игра поколения, молодого поколения. То есть, я говорю, у каждого поколения свой юмор. То есть, вот эта игра... Ну, в средний возраст КВН-чиков, это 16-25 лет. То есть, вот... А дальше? Ну, а дальше... Смена поколений, да. Люди играют в высшей лиге несколько лет, а потом уже уходят какие-то на собственные проекты и так далее. Но я говорю о том, что именно вот этот контингент с 16 до 25 лет, у них свое видение вообще происходящего в мире, в городе, вокруг них, в их университете, на их работе и так далее. Они видят все это по-другому. Например, 10 лет назад ребята, которые были этого же возраста, у них не было инстаграма, у них не было вайнов, у них не было каких-то там... Ну, и вейпов там и так далее. Шутки меняются, естественно. И человеку, которому сейчас, например, 30 лет, ему немного... Просто, ну, не в тему ему там... О чем шутят 18-летние и 20-летние ребята, и кажется, ну, КВН уже не тот. А тем, как это... И причем при этом каждый говорит, наверное, вот... Наше поколение было лучше, наши шутки веселее были. Да, да, да. Просто эти шутки более, наверное... Были актуальны к тому времени. Актуальны, да, на тот момент, а сейчас, само собой, да, новые. А какие-то планы на будущее у нас вот в Якутске, в Якутии есть по КВН вообще? Да, ну, у нас, в принципе, каждый сезон похож по схеме проведения. У нас есть фестиваль, есть четвертьфиналы, полуфиналы, финалы. Основные мероприятия, которые мы проводим, выявляем чемпиона. Но также у нас вот уже третий год идет Кубок главы города Якутска. Это такое сильное мероприятие, где собираются лучшие команды, то есть со всей республики и играют, разыгрывают этот Кубок. Виталий, спасибо, что пришли к нам этим утром. Всех ждем сегодня на открытии нового КВН сезона.